Друзья, приветствую! Сегодня буду проверять вот такое масло DeWon Speedmaster. Это у нас C3 Paisa Volkswagen Ski 504 507 Power STR. Масло приобретал я лично. Может быть фоточку размещу. Сейчас отолью вот сюда для создания талона. И потом вот отработка из volkswagen turan 2.0 TDI 140 сил. Проехала, уточню, напишу в комментарии. По-моему 13 600, около 14 тысяч километров. Ну, в принципе, много трассы. Давайте прям при вас, может быть, не совсем удобно здесь. Так, я только что промыл. Сейчас еще пролью свеженьким ячейку и поедем. Включаем промывка. Так, видите, уже насос начинает засасывать и сюда сбросит. Первая проливка будет такая, чисто промывочная, а потом буду создавать эталон. Да, весь процесс не буду показывать, потому что это придется из нескольких видео монтировать. Очень сложно. Вот, я буду делать вам уже готовые результаты показывать. Свежие и отработки. Вот и по ним будет прогноз и комментарии. Так мне будет проще, потому что зашьюсь тут у меня, честно говоря, целый завал. Люди пишут, посылки пришли, а я не могу их полностью обработать. Так что, сейчас. Так, вот видите, уже масло прошло через всю систему, промыло заодно прибор. Ну и следующим этапом запущу уже проверку. Так, ну вот, результаты готовы и давайте посмотрим, что получилось. А, да, стоит отметить, что расхода масла не было у автомобиля. Значит, первые две строчки это Devon Speedmaster. Обратите внимание, между Speedmaster на одной строчке нет пробела. Это моя ошибка. Я оценивал 4-литровую и литровую канистру, которые были на фотографии. Видите, между ними есть небольшая разница 0,24%. Но это предел погрешности прибора и, в принципе, между партиями может быть некоторая погрешность, разница. Значит, далее идет, вот видите, Равинол, ВМП-530, С3. Сопадение на 3,4%. И после Равинола, посмотрите, Mobil1 и ESP3, и LV, и обычные С3, и X3. И далее, видите, FS и нулевки, и 5,40. На мой взгляд, любопытно. Следующий область спектра. Я подобрал конкурентов, таких некоторых, значит, чтобы было наглядно. Верхняя строчка, черная линия, это у нас Mobil1 божественный, ESP530. Видите, максимальное содержание из этих образцов PAO. Далее, на втором месте здесь Devon, чуть пониже содержание, PAO красная линия. И на третьем месте ZIG X7, но здесь похоже, что Hydrocracking, наверное, этот корейский U-Base база. Вот, и на последнем месте это Газпром Премиум, 5-й Ельсак. Видите, здесь самый низкий уровень. Ну, похоже, что такое, как бы, самая-самая простая база. Ну, и мне кажется, как это, как бы, как будто характеризует чистоту базы. Вот, возможно, я ошибаюсь. Так, следующий график, это у нас суктинемиды и эстеры. Смотри, черная линия, максимальный уровень из этих масел суктинемидов, это Mobil1. На втором месте Devon. прилично отстает. Ну, и Газпром и ZIG на третьем. Видите, здесь абсолютно одинаковый уровень. По эстерам у Devon первое место, даже, видите, превосходит Mobil1. Второе Mobil1 на третьем месте с небольшим содержанием Газпром. Ну, и ZIG совершенно пустой. Вот ответ, почему ZIG, ну, это X7, правда, не топовый. Вот, ну, почему недорогие корейские масла? Ну, в принципе, они, ничего особого в них примечательного, скажем так, нет. Так, ну, и давайте посмотрим результаты свежего. Так, вот у нас Devon Speedmaster 530 C3. Так, значит, обращайте на себя внимание окисление 37-45. Очень высокий уровень, даже выше, чем, ну, и видно было по наличию эстеров. Здесь много эстеров. Противоизносных присадок прибор не видит. Их забивают там, где много эстеров, их забивают. Значит, фенольных 0,28 антиокислители, аминных 0,92. Отличный уровень. Такой, даже ближе к Mobil1. Mobil1, да. Щелочное 7,14. Кислотное 1,97. Вязкость 311,83. Типичная для C3 масла. И эстеров. Прибор считает эстеров 7,44%. Но это завышенный уровень. Я уже откалибровал по образцу с известным содержанием эфиров. Вот. Могу сказать, что в данном масле их 5%. И, со слов представителя-технолога завода Девон, 25% ПАО. Значит, следующий образец это отработка. Вот видите, Volkswagen TDI 13700 километров. Дистоплива прибор не видит. Нитрование наросло на 5,5%. Видно, что масло прилично поработало. Значит, противоизносных как не видел прибор, так и не видит. Из-за эстеров фенольные тоже пропали, сработались. Аминные еще на хорошем уровне. Остаток 80,42%. По щелочному тоже еще неплохо. 5,09%. И кислотные 3,08%. И вот, интересно, с вязкостью 12,41. Есть некоторое загущение. Возможно, это сажа. Возможно, это вот высокая скорость. Чуть забедненная какая-нибудь смесь эфира. Здесь, помните, завышенные. Есть небольшое количество воды 13,00% и сажи 0,49%. На мой взгляд, для трассового пробега 0,49%. Высоковатый уровень. Здесь я бы сказал, что топливное работает не в идеальном состоянии. Ну, топливное не в идеальном состоянии. Так, ну и вот прогноз, что было, что стало. К сожалению, моточасов средней скорости нет. Сбрасывали аккумулятор. Вот, поэтому приходится ориентироваться только на километраж. То есть, 21,485 километров. Это прогноз по мощным нейтрализующим свойствам. 49,600 километров по нейтрованию. И вязкость 58,600 километров. Да, кстати, загущение менее опасное, чем разжижение считается. Вот. Ну, такие показатели. Я считаю, что масло отработало отлично. Вот. А, надо еще упомянуть о том, что это была поездка в Дагестан. И машина ездила по горам. Да, не забывайте, кстати, поставить палец. Подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Так вот, это половина, можно сказать, пробега машины ездила в Дагестан. И в горах была проблема со вторым вентилятором. И три раза ее нагревали. То есть, перегрев, он негативно сказывается на щелочном. Здесь возможно, что если бы вентилятор работал корректно под нагрузкой, машина не перегревалась, то возможно, что результат был бы еще лучше. На мой взгляд, отличный результат. Учитывая стоимость, значит, я приобретал литровку, еще докупал, чтобы проверить, насколько они совпадают с той первой партией. Ну, значит, и стоимость была литровки около 600 рублей. И в то же время, примерно, я покупал масло ВМП 530 полнозольное за 1000 рублей. То есть, разница вообще очевидная. По сравнению с составом масла ВМП, это просто божественное масло. Здесь и ПАУ есть, и СТР в нормальном количестве. Вот, и антиокислители, чего нет в масле ВМП. Вот там заявлены, насколько я помню, нафталины, которых прибор не видит. Ну, как бы вот такая вот ценовая политика бывает. На мой взгляд, масло очень достойное. Не знаю, ну, в этом автомобиле отработало, мне кажется, отлично. Вот такой получился тест. Пишите комментарии. А, вскоре, да, планирую, значит, сравнить разные ПАУ от ТАИФа, качественные ПАУ, показать вам разницу между базами разными. Вот, возможно, гидрокрейтинги разные. Например, от Газпрома там, и от ТАИФа. Ну, что удастся раздобыть, то и покажу. Я думаю, будет интересно и показательно. Так что, значит, спасибо, что посмотрели данное видео. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.